Всем привет, кто у нас сегодня на стриме. Меня зовут Рома Пронский. У нас сегодня первый выпуск открытого собеседования по PHP в формате стрима. Пока народ подключается, я вкратце расскажу, что у нас сегодня будет. Несколько недель назад Валентин провел тестовое собеседование на камеру. Валентина, кстати, вы можете знать как автора канала Пых. Там он делится своими находками и опытом в PHP, Symfony, смежных темах, парывается по статическому анализу или, как он любит говорить, обмазывается статическим анализом и всем таким. Поэтому, если вы еще не подписались на Пых, то подписывайтесь и, конечно, на PHP Digest. В общем, Валентин провел тестовое собеседование на камеру. Оно получилось довольно прикольно, интересно, и мы решили провести сегодняшний стрим. Мы открыли прием заявок на участие, получили много откликов. Всем, кто прислал, большое спасибо, и нам, к счастью, было из чего выбрать. Так мы нашли нашего сегодняшнего участника. Это Патрик Фельдеш. Патрик заманчиво у него выглядело резюме. У него есть контрибьюшены в Доктрину, в Коцепшн, в Пич-Пистормовские стабы и некоторые другие проекты. Поэтому, я надеюсь, у нас будет интересное собеседование. Добавим Валентина. Валентин, привет. Всем привет. Всех приветствую. Очень рад всех видеть. Точнее, никого не вижу, но... Я рад, что вы нас слушаете, и вы с нами сегодня. Супер. И у нас есть Патрик. Привет, Патрик. Привет. Привет. Коротко, какие у нас правила. В общем-то, в чате можно писать все, что угодно. Если вы что-то интересное комментируете, я буду выводить это на экран. Вы можете писать вопросы. Я буду отслеживать вопросы, и какие-то самые интересные мы в конце обязательно зададим Патрику. Но если не будет интересного, то не будем задавать. В общем-то, наверное, и все. Я вижу, что у нас уже тут есть прилично людей подключилось. Всем большой привет. Я передаю слово Валентину, и, собственно, будем приступать к основной части нашего сегодняшнего торжества или собеседования открытого. Что это будет? Сейчас узнаем. Да. Поехали, да. Привет еще раз всем. Привет, Патрик. Ну, давай немножко познакомимся. Расскажи, как ты вообще познакомился с PHP. Почему ты до сих пор с PHP работаешь, и вот весь твой опыт 17 лет, весь он был посвящен PHP или нет? Познакомился я с PHP практически в самом начале карьеры. Можно сказать, она с этого начала. Началась. Моя первая работа была в 17 лет контент-менеджером. И там PHP использовался совсем скользь, то есть какие-то регулярки писались, которые на нем выполнялись. Но именно там впервые мне пришлось, скажем так, учить. Это было не совсем добровольно, мне просто начальник в какой-то момент сказал, что вот надо. Дальше, подучив PHP, заинтересовался этим и подался уже в разработку сайтов. Соответственно, добавилась к PHP постепенно верстка, фронт-энд, то есть таким, можно сказать, фулл-стэком. Работал, и продолжалось это, наверное, все лет 9-10. То есть вот первые 9-10 лет моей карьеры – это все разработка сайтов. Со временем сайты усложнялись, усложнялись CMS-ки, и в итоге это все доусложнилось до вещей типа Bittrex. Работал в том числе и на нем. И где-то 5 или 6 лет назад, когда сложность проектов, скажем так, уже сильно стала выше того, чем я владел на тот момент, могло мне дать, я понял, что нужно какие-то фундаментальные знания начать осваивать. И начал изучать уже ООП, то есть не какие-то конкретные инструменты, фреймворки, CMS-ки и прочее, а какие-то старался фундаментальные знания набрать. Понятно. Слушай, да, а как ты думаешь, вот PHP действительно умирает? И вообще сколько лет он умирает уже? Сколько лет PHP? Я не считаю, что он умирает. По крайней мере, по моему опыту получилось так, что по мере роста сложности задач совершенствовался и PHP. То есть у меня не было ни разу такого момента, что у меня большие проблемы из-за самого языка. То есть как-то вот он со временем все растет, улучшается, и по мере усложнения задач не возникает с ним проблем. Хорошо. А вот сколько лет PHP? Такой на кругозор вопрос. Сколько лет самому PHP? Да. Слушай, ну если я начинал на нем 15 лет назад, то я думаю, наверное, лет 20 ему точно есть. Тогда эта версия еще четвертая какая-то. Лет 20, я думаю, точно есть. Но ему в этом году 25 исполнилось. Так что да, почти. Ну хорошо. Есть один вопрос по PHP, который я люблю задавать. Правда, теперь в последний раз его задам, потому что вопрос открытый, соответственно, повторить мы его не можем. Чем отличается команда Composer install от Composer update в Packages? Ой, точнее, в Composer, да, почему-то Packages. Composer install поставит зависимости в тех версиях, в которых они указаны в лог-файле. Соответственно, Composer update обновит эти зависимости в рамках тех ограничений по версиям, которые выставлены в Composer JSON. И, соответственно, обновит лог-файл. И, соответственно, лог-файл мы коммитим вместе с репозиторием или нет? Если это какая-то библиотека, то не коммитим. Если это приложение какое-то, то коммитим. Я видел у тебя в резюме написано, что ты уже попробовал PHP 8. Там даже так написано, как будто ты уже на нем программируешь. У меня к тебе вопрос, что ты вообще ждешь от PHP 8, и что ты считаешь, что зря в него вошло, и какие-то фишки, наоборот, диссонанс какой-то в языке вызвали? PHP 8 я очень жду. Мне очень нравится, в каком направлении сейчас идет работа над PHP. И считаю, что восьмерка по своему влиянию в плане эргономики языка будет примерно сопоставима с тем, какое влияние было у седьмой версии на производительность. Фичи, которые лично я больше всего жду, это атрибуты. Это, ну, Mixed и Union Type. Mixed, наверное, да. Union Type не так часто приходится использовать. Очень мне нравится этот конструктор Property Promotion. Не знаю, как это красиво по-русски сказать. Это, соответственно, сильно снизит количество бойлер-плейта. Также, не знаю, приняли уже, по-моему, еще не приняли, но надеюсь, что примут именованные Property. Вот тут многие против. Кстати, сейчас ты как считаешь, нормально? Я читал, что многие против. Против в основном мейнтейнеры популярных библиотек. И основной аргумент в том, что в обещании обратной совместимости придется включать название переменной. Но я, конечно, не мейнтейнер крупной библиотеки, но из своего опыта, если приходилось менять название переменной, то либо она изначально была неудачно выбрана, либо и без изменения названия произошло достаточно крупное изменение требований, которые, соответственно, нужно отразить в названиях переменной. То есть так и так, был бы уже сломан обратный совместимость. Понятно. Ну, то есть, я так понимаю, нет ничего, чем ты недоволен? Он нам пишет больше хардкора. Хардкор сейчас будет. Подождите, мы разогреваемся. То, что мне изначально не нравилось, оно пока что голосование не проходило. Хорошо. Ну вот, мы начинаем переходить теперь к основной, более технической части. У меня есть... Ты писал тоже про функциональные программирования. В резюме у меня есть один вопрос, такой довольно базовый. Какие функции называются чистыми? Ну, да, давай начнем с этого. Чистые функции — это которые при одинаковом наборе входных параметров выдают всегда тот же самый результат. То есть не зависят ни от чего стороннего. Ну и, соответственно, не имеют каких-то сайд-эффектов. Хорошо. Ну вот если мы возьмем такую функцию, как time, она является чистой? Нет. Так, а итератор count какой-нибудь, который считает количество элементов в итераторе? Наверное, нет, потому что количество элементов может измениться в этом итераторе. Ну вот еще, например, функция isWritable. Она. И она проверяет, можно ли... Да, она тоже нечистая, потому что между двумя вызовами может произойти изменение прав на файл. Почтение. Да, хорошо. Тогда, в общем, по функциональному программированию, я думаю, основное здесь мы уже покрыли, то, что может коснуться PHP. Дальше сразу перейдем к ОП. Значит, ну давай с классики, да, что такое солид. Мне интересно по каждой букве услышать твое объяснение, но своими словами. То есть не обязательно вспоминать формулировки точные, но и с каким-то простейшим примером. Солид, первая буковка S, принцип единственной ответственности. И он говорит о том, что у класса должна быть только одна причина для того, чтобы его менять. Ну, в качестве примера, допустим, класс, который должен откуда-то какие-то данные прочитать, составить какой-то отчет, его в каком-то формате сохранить. Нарушением этого принципа будет, если мы все три функционала, то есть чтение с какого-то источника, построение отчета и запись в каком-то формате положим в один класс. Проблемы здесь какие, что сложно будет это все тестировать, потому что слишком много всего в одном классе происходит. Вторая проблема в том, что, потрогав при изменении какого-то одного требования, ну, допустим, нам нужно, сохраняли в XML, нужно теперь там, не знаю, в CSV сохранить. При изменении какого-то одного требования мы трогаем этот класс, и есть вероятность, что мы сломаем что-то не связанное с текущей задачей. Вот у меня здесь уточнение есть такое. Представь, что ты, ну, собственно, как и всегда, представлять даже не надо, работаешь на проекте, где есть какие-то временные и прочие ограничения. Как этот принцип связан со стабильностью кода? Все-таки иногда приходится выбирать, да, там, сильно декомпозировать классы на мельчайшей следе над ответственностью. Или все-таки вот в каком месте выбрать, прям, по риске строго следовать этому принципу, где нет? Нужно стараться предугадать, в каких местах кода могут часто меняться требования. В тех местах, где требования, скорее всего, вообще никогда меняться не будут, можно так фанатично не соблюдать этот принцип. Хорошо, давай тогда к следующей буквы переходим. Следующая буковка O – это принцип открытости-закрытости, open-closed. Он о том, что класс должен быть открыт для модификации, для расширения, да, но закрыт для модификации. На примере, как это рассказать? Ну, допустим, как можно расширить поведение какого-то класса? Можно наследование. Соответственно, как нам в случае наследования избежать каких-то возможных проблем? Какие могут быть проблемы? Если, допустим, у нас все методы и property класса публичные или protected, даже те, которые мы не хотим наружу свепить. Может возникнуть проблема, что кто-то придет, отнаследуется, начнет зависеть, скажем так, от этих методов, в своем отнаследованном классе их вызывать. Мы потом что-то в них начнем менять, и у него тоже все сломается. То есть непонятны какие-то границы, в рамках которых нужно обратную совместимость обеспечивать. Каким образом это все можно решать? Вместо наследования, например, можно использовать композицию, то есть класс делать финальным, делать под него интерфейс, и все его какие-то зависимости тоже делать на интерфейсах. Соответственно, мы получим возможность расширять поведение, но при этом у нас не будет необходимости лезть непосредственно менять код. Какой-то библиотек. Давай тогда быстро про букву L. Ну, я имею в виду, можно покороче, в принципе, знаешь. Окей, буква L – это принцип подстановки Барбары Лисков, если не ошибаюсь. Он тоже, в принципе, про наследование, и сформулировать его можно таким образом, что замена типа на его подтип не должна приводить к изменению поведения вот этого подтипа. Как это можно обеспечить и какой пример можно привести? Допустим, это связано с такими понятиями, как ковариантность и контр-вариантность. На уровне типов это можно обеспечить тем, что, допустим, если у нас в каком-то классе в каком-то методе возвращается определенный тип, то в нас в отнаследованном классе у нас этот метод должен возвращать, соответственно, либо тот же тип, либо его подтип. Помимо типов еще не должно меняться поведение. То есть на каком примере? Допустим, у нас базовый класс при вызове какого-то метода не кидает исключений, а в отнаследованном классе мы в отнаследованном методе начинаем кидать исключения. Соответственно, код, который… да, достаточно? Ну, я думаю, что остальные ты тоже знаешь. Предлагаю сразу перейти. Вот есть такие два понятия – каплинг и кохижен. Как ты понимаешь, в чем между ними разница, когда это важно и так далее? Каплинг и кохижен – это уже грасп, если я правильно помню. Все принципы я из граспа не помню. На практике именно каплинг и кохижен чаще всего приходится об этом думать. Каплинг – это связанность, зависимость между двумя какими-то единицами в коде, то есть, допустим, между двумя классами или двумя модулями. А связанность – это внутри какой-то единицы кода, то есть какой-то библиотеки или класса. Нужно добиваться, стараться добиваться, соответственно, высокой связности, но низкой связанности. Высокая связность… Английскими словами давай попробуем, так проще будет. Английскими словами это будет у нас low-каплинг и high-кохижен. Просто все по-разному переводят, сложно проще английскими оперировать. Окей, а как вообще можно померить каплинг и что такое стабильность кода, стабильность пакета? Каплинг можно померить, посмотрев на количество внешних зависимостей. То есть, если какой-то модуль или класс взаимодействует с большим количеством других классов или модулей, и в этих взаимодействиях низкий уровень абстракции, то он сильно зависит от других модулей или классов. А формулу стабильности вспомнишь? Нет, формулу стабильности не вспомню, я ее даже не знаю, никогда не знал. Ну, формула стабильности, она как раз позволяет оценить, насколько пакет стабильный или нет. Это дробь, где сверху у тебя как раз количество классов, на которые данный модуль опирается снизу. Это значение плюс то, сколько классов, которые на этот пакет используют. Таким образом, если это значение равно единице, значит, это крайне нестабильный пакет. Если близко к нулю приближается, ну, как там, я не знаю, PSR-овские фигурские стандарты, чистые интерфейсы, то, наоборот, это стабильные пакеты. Но я думаю, что, да, ты в целом понимаешь, о чем это. Давай поговорим про иммутабельность, заканчивая блок ООП. Что есть иммутабельный объект? И вот, например, если в классе есть публичное свойство, это как-то вообще означает, что класс иммутабельный или неиммутабельный? Иммутабельный класс – это тот, у которого после его инстанцирования нельзя изменить его состояние, его state. Если у класса есть публичное property, и речь про PHP, где нету каких-то резонли модификаторов, то, да, он мутабельный. Можно в любой момент у инстанца поменять значение публичного property, и мутабельность нарушится. Хорошо. А как в нынешнем PHP можно гарантировать то, что класс даже с публичным свойством останется иммутабельным? Есть ли такая возможность? С публичным свойством? С каких инструментов, да. Есть наверняка какие-то методы для этого, но если мне нужна иммутабельность, я не делаю просто классы с публичными свойствами. На практике просто не сталкивался с таким. Да, а статическими анализаторами какими-то пользуешься, типа псалмом? Да, пользуюсь псалмом, PHP-станом, пользуюсь на всех проектах. Псалмом можно как-нибудь гарантировать то, что классно? Ну, можно псалмовской аннотацией, да. Можно такое сделать. Псалм иммутабель на весь объект. Нет, почему? Пользуюсь, но с аннотацией псалмы мьютабл очень часто возникает проблема, что если в этом классе используется какой-то сторонний код, он постоянно начинает ругаться, что вот сторонний код не чистой функции, там не мутабельные объекты, и поэтому сколько раз я не пытался аннотациями этот вопрос решить, все приходило к тому, что слишком много руганий от псалма, я вычищал аннотации и делал просто реальный мутабельный объект. А, кстати, вот ты затронул сейчас, да, здесь довольно важно, мне кажется, границу провести, и мутабельность, и чистота, они как между собой связаны? Как это вообще связаны? Ну, связаны в том плане, что не должно быть каких-то сайд-эффектов, наверное, при использовании мутабельного объекта. Просто на самом деле, ну вот как я себе это понимаю, что в псалме некоторая ошибка здесь есть, то есть там считается, что мутабельный класс, он как раз не должен использовать нечистые функции, но по факту мутабельность, она про чисто хранение состояния, то есть если, грубо говоря, данные внутри класса никак не поменялись, в общем-то это не проблема, то есть чистота, по идее, ортогональной мутабельности. Но в псалме так исторически сложилось, что это, в общем, под одну крышу закинули, есть тикет, где как раз предлагается как-то эти вещи разделить. Окей, у нас следующий блок – это ревью. Сейчас я скину ссылку. Ну, Роман скинет всем нашим зрителям. Я скину в чат наш с тобой. Да. Нашел, да? Сейчас все могут открыть его. Роман, наверное, может нам его транслировать какое-то время на экран. Так, я тоже открою. Код ревью PHP открылся, правильно, да? У тебя? У меня, да. Все. Вот, значит, твоя задача – просто сделать ревью, все, что ты видишь, и тебе кажется странным, неправильным прокомментировать. Так. Ну, первое, что мне кажется странным, что в одном файле объявлены два класса, ну, это, наверное, просто что-то и везде это было. Да. Ну, скажем так, засчитывается. Окей. Так. Get users. Что это у нас такое? Это, я так понимаю, какая-то DTO-шка. И здесь аннотация псалмы mutable противоречит методу setUserIDs, потому что он модифицирует тот же instance. Вместо этого он должен клонировать себя, менять у склонированного объекта вот это property. Ну, как в PSR7, да? Что, прости? Ну, как в PSR7, там, request, response, вот эти... Да, да, как в PSR7, то есть... Хорошо, да, здесь все правильно. Еще что здесь? Есть что-то еще? Так. Non-empty list. Ну, наверное, здесь еще может быть проблема с тем, что userIDs в псалме указан как non-empty list, но если ты создашь просто new get users, то у тебя уже будет объект, который нарушает этот вариант. То есть здесь должен быть конструктор, который требует не пустой массив userIDs. Хорошо. А даже если без псалма, в чем проблема с вот таким свойством, если мы говорим про PHP 7.4? Ну, как минимум, что при вызове get userIDs он может начать ругаться, что свойство userIDs и инициализировано. Ну, тут еще есть нюанс. Может быть, вот аргумент как раз в setUserIDs тоже прокомментирую и с псалмом, который с аннотацией. А в методе setUserIDs еще какая-то проблема? Ну да, вот в PHP доке, если посмотреть на аргумент. А, ну да, здесь требуется у нас array, но массив у нас, любой массив не является списком. То есть у нас userIDs аннотирован как лист, соответственно, это должен быть неассоциативный массив без пропусков в ключах. Да, хорошо. Давай тогда к следующему классу перейдем. Так, get user handler. Так, это, я так понимаю, какой-то команд-хендлер. Ну, почему же команд по названию, как тебе кажется, это команда или все-таки? Нет, это хендлер. Сейчас я попробую понять. Ну, ладно, ты посмотри внимательно, да, я тебя не тороплю. Ну, первое, что бросается в глаза, что в конструкторе мы ожидаем интерфейс, а в объявлении параметров database в классе у нас уже, судя по всему, какая-то конкретная реализация. Да, верно. Под названием database. Еще смущает, что класс финальный, но у него нету какого-то интерфейса. А из-за этого проблемы? Ну, это сильно зависит от того, что этот класс делает, но, как правило, final я ставлю на тех классах, у которых есть какой-то интерфейс, потому что ну, если есть малейшая вероятность, что кому-то нужно будет как-то менять это поведение вот этого класса. Так, final public function invoke. здесь у нас передается какой-то объект, я так понимаю, содержащий спецификацию запроса. Ну, это объект класса, который до этого рассматривал. Ага, понял. И вызывается метод транзакшенали, который ожидает callable. Так, а в методе invoke на 53-й строке будет проблема с тем, что closure объявлен как статик, но внутри него мы вызываем this. Верно, так. Здесь будет ошибка. Так, ну, в этом методе вроде больше проблем не вижу. Ну, ну, давай чуть-чуть подскажу. Вот в сигнатуре метод тебя ничего не смущает? В сигнатуре? Не про псалм, а про кирпички. А, кажется, у нас возвращается генератор, а здесь возвращается iterable. Ну, давай про это поговорим. Это как-то вообще что-то нарушает? Если я правильно помню, мне так много генераторами пользоваться не приходилось, но если я все правильно помню, то чтобы получить из iterable генератор, нужно что-то делать. По-моему, даже добавляли какую-то функцию в одной из недавних версий PHP, что-то вроде создания генератора из iterable, могу ошибаться. Генераторами реально много не приходилось пользоваться. Ну, здесь на самом деле ничего... Зачитал с комментарием. Ничего такого критичного нет. Мне интересно, вот внутри этого коллбека нет какого-то нарушения контракта, полисков, то, что у нас внутри как бы генератор sealed, а возвращаемый тип стоит iterable. Какая-то проблема с этим есть? Лисков, вот, ну, только что с тобой обсуждали. Ну, возможно, в том, что в контракте вот этого дейтабейс-интерфейса в методе result может другой тип быть. Ну, нет, допустим, что метод result выдает нам там тоже итератор какой-нибудь. Я имею в виду, что вот на 52-й строке у нас iterable стоит на выход, да, а на 53-й yield from. Это вызовет какую-то ошибку? А, ну, yield у нас... Да, я понял теперь о чем ты. Yield же у нас возвращает инстанс генератора. А генератор, если я правильно помню, то это частный случай интерфейса iterable. То есть это, ну, итератор, который можно только в одну сторону крутить. А iterable у нас вроде может быть все, что можно итерировать, включая просто массив. Так, и в итоге мы нарушаем здесь что-то или нет? В итоге... В итоге, да, наверное, нарушаем все-таки. На самом деле не нарушаем, потому что по барбаре лисков мы можем возвращать более узкий тип, чем тот, который объявлен. То есть мы здесь все равно сохраняем контракт, что на выход у нас iterable, а мы отдаем генератор. То есть мы не можем... В аргументах мы не можем сужать тип, а на выход можем. Нам главное по тип вернуть того, который нас просит. Поэтому здесь, конечно, в идеале надо было написать, что возвращается генератор на 52-й строке, но формально мы сейчас не нарушаем этот код отработать. Хорошо, давай посмотрим на метод транзакшн. На самом деле в этом методе еще есть проблема. Вот про сигнатуру на... Давай, хорошо, останемся здесь, на 49-й строке. Есть какая-то проблема на 49-й строке еще вот в сигнатуре метода invoke? Она не проблема, которая вообще что-то выстрелит где-то. Но вот визуально ничего не смущает? Нас смущает, наверное, то, что у метода invoke в PHP не типизировано возвращаемое значение. То есть у этого класса нет интерфейса, в котором было бы прописано, что магический метод invoke должен вернуть генератор. И, наверное, если какой-то код работает с этими хендлерами, то нет гарантии, что у одного invoke вернет генератор, а у другого что-то другое. Ну, это на самом деле можно гарантировать при помощи псалма. То есть это не проблема, условно говоря. Если у нас есть массив тех же самых хендлеров, и мы там можем проверить, что все они имплементируют, как бы являются реализацией callable, которые возвращают дженератор. Как мы помним, класс с метным invoke, это по сути callback. Нет, здесь проблем не будет. Проблема, на которую я хотел бы, чтобы ты обратил внимание, это то, что тут написано final, а класс и так final. Нет смысла писать финальный метод в финальном классе, он и так финальный. Да, да. Но это такая деталь, она там, HPC с фиксером бы ушла сразу. Последние три проблемы, которые мы рассматривали, их бы все отловил статический анализ, поэтому очень давно уже не приходилось на ревью такие вещи глазами выискивать. Хорошо, тогда давай посмотрим на метод транзакшенали. И вот там есть проблема, которую статический анализ бы не нашел. Ром, можешь, пожалуйста, перемотать пониже, чтобы метод транзакшенали весь был в виде. Так, что он делает? Он, соответственно, открывает транзакцию, в блоке try-catch выполняет callable, после этого коммитит транзакцию и возвращает результат. Если в ходе выполнения callable возникает какая-то ошибка, то он делает rollback. Ага. Ага. Наверное, здесь проблема может возникнуть с тем, что коммит не находится внутри блока try-catch. То есть может возникнуть какой-то exception при вызове this database commit. Наверное, в этом проблема. Ага. Так, допустим. Пока я других сложностей здесь не вижу. Так, хорошо. А вот эта функция, она является функцией генератора, да? Вот если подумать с точки зрения генератора. То, что ты сказал, верно, да. То есть действительно здесь коммит вынесен вниз. И на самом деле, вот... Давай обратно вернемся. Вот в методе catch что вообще не хватает? Даже если оставить код в таком виде, вот если просто метод catch поправить, что нам не хватает? Наверное, логирование этого exception. То есть мы просто его поймали, и все, и дальше ничего не делаем. Так, вот дальше ничего не делаем. Логирование, допустим. Ну, хотя у нас возможно. А если не логирование, нам, в принципе, exception-то... То перебросить новый exception, перебросить новый exception, и старый exception в него третьим параметром засунуть. Хорошо, принимается. А теперь давай подумаем по поводу flow генератора. Я помню, что ты говорил, да, что ты с генератором не так часто взаимодействовал, но вот какая здесь может быть проблема? Скажем, на 72-й строке мы получаем результат операции, которая по контракту на 65-й строке написана, что она генератор возвращает, да, вот этот operation. И потом на 79-й мы его просто возвращаем. Здесь может быть какая-то проблема? Наверное, не отвечу на этот вопрос. Значит, здесь такой нюанс, что если мы работаем с генератором, и мы его передаем не через yield from, а вот как здесь просто возвращаем, то генератор даже не начнет свою работу. То есть callback, который мы передали, метод transactionally, он вообще не будет выполнен никогда вот в рамках метода 67. И наша, на 67-й строке, и наша вот эта обертка transactionally, она вообще смысла не имеет, потому что мы просто получим незапущенный генератор на 72-й строке, сразу его дадим на 79-й, и, в общем, мы в транзакцию это толком ничего не обернем, потому что сам код начнет выполняться позже. Значит, вот там кто-то в комментариях сказал, что это непрактический вообще код. Я здесь не согласен. Давай, Ром, подними, пожалуйста, чуть выше. Вот посмотрим, вернемся на то место, где transactionally вызывается. Вот скажи, для такого запроса имеет смысл вообще использовать генератор? Кстати, давай вспомним, для чего вообще генератор может использоваться в целом. И для здесь он может иметь смысл? Генератор в данном контексте может использоваться, если запрос возвращает какой-то большой result set, чтобы его сразу весь в память не грузить. Абсолютно. Читать его, соответственно, по частям результата. Хорошо. А вот при условии того, как сейчас организован запрос на 55-й строке, нас вообще спасет это от того, что память забьется или нет? Это зависит от того, какая реализация вот этого дейтабейс-интерфейса. То есть если метод result... Допустим, самое простое, что он просто этот запрос отправит в ПДО и вернет результат. Ну, если ПДО возвращает сразу все строки из базы данных, то это ничем не поможет. У нас просто елдить данные, которые так уже в памяти. А как можно бы решить эту проблему? Чтобы вот такое произошло? Переписав то, как у нас идет чтение из базы данных, чтобы при каждом вызове result читалась из базы только одна следующая строка, и, соответственно, yield будет проходить по этим строкам, возвращать их в одну, не помещаясь сразу в памяти. Хорошо. А как именно это можно сделать? По крайней мере, в тех обертках над ПДО, которыми я пользуюсь, в доктриновском дебале, там есть метод, который позволяет так делать. То есть не все сразу возвращать, а в одной строке читать. Не искал уровнилую реализацию, я точно не расскажу. На самом деле, доктриновский, там есть действительно статья про то, как делать batch operations, да, ты про это, наверное, и что там можно по частям. На самом деле он не решает проблему того, что из базы в ПДО выгрузятся все данные. Чтобы это реализовать, нужно использовать курсоры в базе данных. Тогда result set будет выдаваться теми кусками, которые ты попросишь этот курсор возвращать. Ну, курсор я не упомянул, но именно это я и имел в виду. Тогда окей. Хорошо. Тут есть еще нюансы, но в целом, я думаю, все понятно здесь. Мы тогда перейдем к следующему разделу. Раз уж заговорили про базы данных, пользовался ли ты PostgreSQL, и там, как ты думаешь, если сравнивать с MySQL, какие отличия? Пользовался и очень люблю PostgreSQL, что для меня самыми большими плюсами по отношению к MySQL является, первое, это транзакционные DDL, то есть то, что какая-то миграция, которая меняет схему, если она на середине где-то упала, то все предыдущие изменения откатятся. То есть мне нужно будет для того, чтобы второй раз ее запустить, выяснять, насколько она там выполнилась и как-то вручную это откатывать. Второй момент, который мне нравится, это просто гораздо большая гибкость функционала, что я часто использую. Например, так называемые partial индексы, частичные индексы, когда мы индексируем какую-то колонку, и, например, половина значений в ней null. И мы точно знаем, что нам не нужно будет делать запросов по этим значениям. Соответственно, можно построить частичный индекс, который не будет их включать в себя. Окей. Что еще мне в PostgreSQL нравится? Ну, ты знаешь, на самом деле, я думаю, ну, я понял, что какие-то ты отличия знаешь. Мы, главное, передохнули после ревью. И следующий вопрос – это SQL-запрос нужно будет составить по задаче. Сейчас я тебе скину ссылку точно так же на кист. Роман, открывай ее, отправляй всем остальным. Мы сейчас посмотрим то, о чем наш Александр Макаров только что попросил, какую-нибудь задачку по SQL. Так, это, я так понимаю, у нас схема таблицы. Да. Выбрать без джойнов и под запросов все департаменты, в которых есть мужчины, и все они поставили высокую оценку, строго выше пяти. Я только сейчас понял, что тебе надо будет как-то писать запрос. Поэтому мы можем поступить так, что ты его, в принципе, расскажешь, как можно построить, то, что конкретно здесь там формулировка синтаксис не очень волнует скорее диалогически, да? Либо можно будет попробовать расшарить экран, но как тебе удобнее? Ну, попробуй на словах. Да, давай. Сейчас только еще раз. Да, конечно. В чем задача заключается. Улыбаюсь от комментариев про сексизм. Я знал, что он будет. Да, да. Мужчина true, это я тоже уже заметил. Ну, так, здесь разговаривают трое мужчин, и четвертый прокомментировал, о чем мы вообще говорим. Так, а высокую оценку – это что, это value оценка? Да. Ну, если я правильно понял задачу, то здесь будет select department ID, where gender true and value больше 5. как-то слишком просто. Я, может быть, неправильную задачу понял? Да, это не совсем правильное решение. У нас тут какая-то таблица есть с департаментом. Не-не-не-не, вот задача полностью написана на экране. Здесь написано, что не просто есть мужчины, которые поставили высокую оценку, а что все мужчины, каждый мужчина в департаменте поставил высокую оценку. Так, теперь понятно. Ну, на скидку без join'ов и под запросов, наверное, оконные функции это можно как-то сделать. Можно без. Ну, я на практике оконные функции не применял. Нет, задача можно без решить. Ну, по крайней мере, часть запросов все равно ты правильно назвал. Наша задача – составить это условие, при котором именно каждый мужчина внутри каждого выбранного департамента, поставил оценку высокую. Подумай над этим, да, как нам эту характеристику при помощи SQL описать. Спасибо. Спасибо. Хороший вопрос, но… Хочешь, я немножко помогу тебе порассуждать? Да, да, иначе долго… Вот смотри, ну да, в принципе, если бы у нас было реальное собеседование, можно было бы дольше, но мы, поскольку в рамках стрима… Вот у нас есть уже отобранный департамент, вернее, отобранные мужики из конкретного департамента. Вот мы все фильтры наложили, все. Как бы нам… у нас есть множество этих оценок. Как бы нам сказать, что все они строго выше пяти? Вот одним выражением. Даже сейчас в отрыве от SQL, в принципе, можно как-то это сформулировать? Даже, скажем, математическим языком из теории множеств. Ну, математическим языком я вряд ли смогу сформулировать, потому что у меня профильного образования нет. Ну, я имею в виду вокруг этого, даже не обязательно прям там через эпсилон, дельта. Какая характеристика множества говорит о том, что все оценки выше пяти? Или могу узнать, что тебе как помочь? Все элементы во множестве одинаковые, если это множество оценок. Вот смотри, множество оценок, если мы изобразим, например, на графике точки и представим себе ось, по которой как раз эти оценки все пронумерованы. И ты увидишь в нужном нам департаменте, что все оценки, точки выше пяти. Правильно? Смог это визуализировать? Да. Ну, на графике. Вот. Как эта характеристика называется? Хорошо. А как называется... Вот у нас есть точка, которая... Окей, при каком условии это правило будет нарушено? Вот, ну, типа выше пяти. Если существует хотя бы одна точка, которая что? Которая ниже пяти. Так, эта точка чем является в данном множестве среди всех остальных? Как ее еще можно назвать? Так, а с точки зрения чисел, вот среди этих чисел она какая? Это единственная точка, которая ниже пяти. Не знаю, как тебе на это ответить. Ну, она самая... Ну, самая низкая, самая маленькая значение. Так, самая маленькая, как еще математическим языком можно сказать? Минимальная. Минимальная. Вот минимум – это функция, которая тебе нужна, чтобы построить запрос. Так, сейчас-то я подумаю немного. Ну, наверное, тогда у нас получится select department ID, minValues as minValue, where gender true, having minValue равняется, ну, больше четырех. Да. Сейчас, minValue, да. Но тут, правда, строго выше пяти, так что больше пяти. Ну, там неизвестно, может быть ли оценка больше пяти в принципе. Ну, больше пяти, да. Having minValue больше пяти. Да, теперь правильно. То есть, получается, этим запросом мы должны оценить минимум в каждом подмножестве и такое условие наложить. Окей. Переходим к следующему блоку, и он завершающий. Значит, это вопросы по архитектуре, ну, что-то вокруг этого. Давай опять, да, чтобы расслабиться, какие ОРМки ты используешь, точнее, какие типы ОРМ ты знаешь, и, да, какие из них используешь. На практике два. Это ActiveRecord и DataMapper. Использовала что-то другое. ActiveRecord – это, грубо говоря, когда у нас класс, в котором находятся данные, сам себя умеет сохранять, искать. То есть, у нас в одном классе совмещена и логика самого класса, и логика работы с базой данных. А DataMapper – это когда у нас есть отдельный класс, есть отдельная логика по работе с базой данных и какая-то спецификация, по которой мы полученные из базы данных значения мэпим на этот класс. То есть, как нам из того, что пришлось из базы данных, получить этот класс, и наоборот, как нам этот класс сохранить в базу данных. Хорошо. Как ты думаешь, ОРМка на чтение нужна? Зависит от задачи. Зависит от задачи. Если это не нагруженное чтение, то, наверное, не имеет смысл что-то другое тащить, если в проекте уже есть ОРМ. Если это какое-то сложное чтение, там, допустим, какие-то отчеты строить надо, или нам нет необходимости грузить сразу всю сущность в память для того, чтобы что-то посчитать, тогда можно напрямую в обход ОРМ читать из базы данных. Ну, то есть, в принципе, в общем случае можно всегда без ОРМ делать это. Или ты не считаешь этот подход правильный? Ну, я еще раз говорю, если на проекте используется та же доктрина, и он не нагруженный на чтение, то я бы не стал заморачиваться и в тех местах, где, допустим, вытаскивается из базы данных сущность, чтобы что-то отрендерить, читать голые массивы дебалом из базы данных. Если разницы и так не будет. Я не совсем тогда понял твою мысль. То есть ты говоришь, что когда особой нагрузки нету, то надо использовать ОРМ или не использовать? Может, еще раз четко проговорить, когда... Без разницы, без разницы. Если она уже в проекте используется, допустим, для записи, то заморачиваться и любой ценой делать чтение без ОРМ, я считаю, не обязательно. Если нет требований по производительности на чтение. Ну, хорошо, возможно, мы чуть позже уточним этот вопрос. Не буду долго спрашивать, что такое DDD и прочее. Этот базворд уже все наслушались. Сразу к делу, что такое агрегат? Как ты себя понимаешь? И с точки зрения, скажем, концептуально, с точки зрения реализации тоже. Агрегат – это какая-то... Это такая совокупность объектов, которая есть четко начерченные границы. И через эти границы происходит все взаимодействие с содержимыми этого агрегата. То есть, допустим, это какая-то сущность, агрегат. Какой бы пример привести? Допустим, есть у нас сущность объявления. И это объявление имеет в своем составе еще какие-то элементы, скажем так, из которых оно состоит. То есть, текст этого объявления, кто это объявление написал и так далее. И в случае, если это будет агрегат, то взаимодействие с ним, допустим, будет строиться не по тому принципу, что мы из агрегата достаем какую-то его часть, что-то с ней делаем и кладем обратно в агрегат. Мы агрегату сообщаем, что мы хотим с ним сделать. И он уже внутри себя делает все изменения со своим состоянием. Хорошо. А вот бывает такая проблема, что начинают моделировать предмет на область, и получается гигантский агрегат. С чем это связано? Почему так выходит? Как с этим бороться? Как правильно разделять агрегат, чтобы они оставались небольшими? Ну, какой-то готовый рецепт в два предложения я, наверное, здесь не смогу выдать. Ну, четко понимать. Вот ты сказал объявление. Допустим, у нас там есть объявление и много вложенных сущностей в рамках этого агрегата, который наружу не светится. Вот. Но выяснилось, что этот агрегат стал очень много в памяти занимать, когда мы его СБД получаем. Вот каким вопросом нам надо задать себе, чтобы этот агрегат распилить на, например, два разных, и чтобы их можно было доставать независимо друг от друга? Это на самом деле отчасти связано с тем, что такое агрегат в более техническом плане. К тому, что я сказал, я могу еще добавить, что полноценный агрегат должен использовать доменные события. То есть если у нас есть какой-то связанный код, который должен как-то взаимодействовать с этим агрегатом, то вот это взаимодействие можно стоить на событиях. То есть не обязательно для того, чтобы в одном месте что-то сделать, вытаскивать весь этот агрегат и передавать его в события. Достаточно передать его в идентификатор, и в другом месте можно будет тогда с ним работать. Это ты рассказываешь про следующую часть. А я вот говорю, что, например, мы проектировали, проектировали по DDD, новичковый уровень такой, и у нас получился большой агрегат, хотя, ну, там, по идее не должно быть. То есть, ну, ты знаешь рецепт, как вот его поделить? В чем может быть проблема в этом случае? Какое правило наручить? Ну, наверное, я на этот вопрос не отвечу, потому что настолько я в DDD не углублялся, чтобы прямо на проектах агрегаты использовать. Главное, что я для себя почерпнул из DDD, когда я начал с этим знакомиться, и что для меня стало вот прямо открытием, что это практически вот первые несколько глав из той самой книги Эванса про единый язык и про то, что код, в принципе, должен отражать в себе в первую очередь не какие-то технические требования к нему, а должен отражать бизнес-задачи, которые он выполняет. Остальные, вот все эти паттерны, тактические, стратегические, я их тоже читал, и, может быть, даже больше, чем один раз, но на практике пока на проектах вот прям чтобы с агрегатами такого у меня еще не было. То есть какие-то практические вопросы не будут ответить. Вкратце отвечу на свой вопрос, поскольку у нас стрим, и все-таки важно, чтобы люди тоже понимали, к чему это задавалось. Агрегат в первую очередь должен строиться вокруг бизнес-инвариантов, вокруг, то есть это как раз мостик от того, что ты сейчас сказал в целом про DDT, к тому, как это реально имплементируется. Агрегат — это не группировка каких-то понятий по принципу, что вот они там называются похожим образом, и нам кажется, что это все попадает в одну категорию. Агрегат — это возможность гарантировать какой-то бизнес-правило, какой-то инвариант внутри транзакционной границы. И, как правило, большие агрегаты появляются там, где несколько инвариантов почему-то собирают в одном месте, хотя их элементарно можно разделить по принципу, что какие-то поля в этом инварианте не участвуют, и они могут образовать совершенно спокойно отдельный агрегат со своим инвариантом, и тогда мы сможем независимо, что этот агрегат достать из памяти и выполнить действие, что другое независимо, и система станет гораздо быстрее. Ну, хорошо, ты заговорил про события предметной области. Я учту, что, да, ты как бы DDD пока активно не использовал, но все-таки, вот, допустим, мы порождаем при помощи агрегата какие-то события предметной области. Что мы дальше с ними делаем? Как мы вообще... для чего они нужны? Что на базе них можно дальше делать? Этот механизм событий можно использовать как средство снижения зависимости между кодом, выполняющим разные, скажем так, бизнес-задачи. Какие-то вещи, например, которые используются практически везде. Ну, допустим, то же самое лагирование или... Ну, то есть то, что не связано с какими-то бизнес-задачами. Это позволяет отвязать этот код. То есть агрегат объявляет, какие существуют в рамках, в рамках, скажем так, его бизнес-задач, какие существуют события, которые имеют какие-то значения для него. Он эти события порождает, и ему уже все равно, кто и как на эти события реагирует. Соответственно, можно к этим событиям привязать как и другой код, который какие-то бизнес-задачи выполняет, так и инфраструктурный код, допустим, тоже лагирование. Хорошо. А технические события, что с ним происходит после того, как агрегат их создал, по сути, инстансы событий? Как это вообще реализовывается? Ну, хотя бы в общих чертах. Он их внутри себя, агрегат эти события накапливает, и в какой-то момент он их высвобождает. В какой момент? Это важный вопрос как раз. В момент закрепления транзакции. Так, хорошо. Ну вот мы, например, события хотим отправить в очередь, какой-то там RabbitMQ условный. Мы это как должны сделать? До транзакции, после? После транзакции. То есть это событие должно собой представлять уже свершившийся факт. Тем более, если речь идет про какую-то очередь, где принимающая сторона понятия не имеет, свершившийся факт это или нет. Ну, хорошо. А что, если мы транзакцию, например, выполнили, а события у нас не ушли, потому что RabbitMQ упал, и события на самом деле были, а по факту о них никто не узнал? И какая-то логика, которая на них опиралась, оказалась нарушенной? Здесь нужно делать механизмы, которые будут следить за этим. То есть, как минимум, то, что RabbitMQ упал, не должно вызывать то, что все эти события безвозвратно потеряны. Если они настолько ценные, что от них какой-то ход, который бизнес-задачи выполняет, зависит. Ну, теоретически, как бы ты предложил такую задачу решить? Я бы эти события складывал в какое-то персистентное хранилище, и тот код, который на эти события реагирует, должен после обработки этого события уведомлять, что эта обработка успешно произошла, и события больше... А какое хранилище относительно агрегата, какое-то может быть хранилище, чтобы все у нас гарантированно сохранилось? Ты имеешь в виду, какое хранилище, какая база данных или просто концептуально? Ну, концептуально, скорее, вот ты говоришь, да, у нас есть агрегат, он там в одном хранилище лежит в каком-то... Мы хотим гарантировать, что события, неважно, ушли они или не ушли, они тоже обязательно где-то доостались. Вот куда их тогда надо положить, чтобы мы могли гарантировать, что здесь все произошло корректно. Но если я правильно тебя понимаю, то ты уже в сторону ивентсорсинга сейчас? Нет, не обязательно. Я говорю про то, когда агрегат может, например, быть реализован не ивентсорсингом, а просто ORM-моделью какой-то, да, которая хранится, ну, там, при помощи доктрины. А события мы хотим отправить в RabbitMQ, но при этом мы хотим их не потерять вот на этом стремном моменте после сохранения агрегата и отправки в RabbitMQ. Ты предлагаешь сохранить события предварительно в хранилище. Вот я тебя спрашиваю, где оно должно находиться. То, что на другое хранилище тоже может не дать гарантии, что оно доступно. Здесь, на самом деле, вопрос, он не уходит куда-то далеко, он, ну, ну, просто логически рассуди, чтобы вот данные все сохранились одномоментно. Но они должны быть в той же транзакции, должны сохраняться, в которой сам агрегат сохраняется. Да, все, ты просто сказал в хранилище, я уточнил в какой? В то же самое, потому что иначе будет другая транзакция. Окей, на самом деле, ну, я вот, по крайней мере, в чате Symfony слышал, что некоторые ребята отправляют не после транзакции, а прямо перед ее завершением, когда вероятность того, что она корректна, очень высокая, и уже, ну, вряд ли что-то пойдет не так. Либо если, да, мы хотим прям вот вообще перезаложиться на 100%, то нам действительно нужно сохранить в этой же транзакции, потом там при помощи хитрых механизмов это отправить, и если у нас там Rabbit упал, когда он поднялся, он должен прочитать то, что он еще не успел отправить. Ну, и так далее, это, в общем, отдельный разговор. Хорошо. Ну, а вот ивентсорсинг ты упомянул. Как тебе кажется, когда имеет смысл его использовать? В чем суть паттерна? Суть его в том, что мы храним все изменения состояния в приложении в виде событий. И, соответственно, что нам это дает? Нам это дает бесплатный сразу аудит по времени, то есть мы можем посмотреть, каким было состояние приложения на любой момент времени в прошлом. Но возникает при этом проблема, что каким-то образом нужно быстро читать текущее состояние приложения. Соответственно, для этого используются проекции, которые читают поток событий и на какой-то момент времени слепо к текущему состоянию где-то сохраняют. Много раз хотелось попробовать ивентсорсинг на практике. Даже вроде как были задачи, где он бы хорошо себя показал, но пока, к сожалению, ни разу не удалось. Реально попробую. Окей. Ну что, я думаю, что мы все спросили. Роман, если ты хочешь озвучить какие-то вопросы из комментариев, то, пожалуйста, я свои закончил. Ром, тебя не слышно, если что. Добыл включить микрофон. У нас были интересные вопросы в чате. Ну, например, кем ты видишь себя через пять лет в нашей компании? Или готов ли ты к переработкам? А также самую сложную и интересную задачу из твоей практики. Ну, предположим, ты знаешь ответы на эти вопросы. Один из последних вопросов был... Ну, подожди, подожди, Ром, давай... Давай, ну, вот последний вопрос, пусть ответит мне интересно. Сложно-интересно? Один сложный случай, да. Ну, давай, да. Какой еще раз вопрос? Расскажи про самую сложную и интересную задачу из твоей практики. Спичку. Сейчас я попробую что-нибудь вспомнить, чтобы рассказать, и при этом какой-нибудь NDA не нарушить. Да пофиг. Из интересных задач две, наверное, категории. Одна была интересная задача, это у нас был стартап, где нужно было очень много разных данных, связанных со здоровым питанием, с нутритивным содержимым продуктов, собирать из большого количества источников, и там были какие-то безумные формулы, которые на основании всех этих цифр высчитывали, насколько продукт полезен для человека. Но это была интересная задача, наверное, в продуктовом плане, то есть не в плане программирования. В плане программирования... Программирование решилось на функции random int, да? Примерно так. Куча if-ов и куча random int, да. Примерно так. Понятно. Из последних интересных задач в области финансов это системы по выявлению фрода. Там интересно было выстраивать абстракции. То есть когда я первый раз к этому проекту подошел, я его запустил, но очень быстро понял, что те абстракции, которые я сделал, они в этой сфере не работают. И вот в общей сложности было две или три итерации, в ходе которых основную часть я переписывал. Это было очень интересно, и на этом проекте я ощутил в полной мере, насколько хорошо... Хоровка, отсюда. Нет, насколько хорошо иметь архитектуру, которая тебе позволяет при меняющихся быстро требованиях быстро подстраиваться. Потому что фрод – это такая область, где ты что-то одно отловил, и люди тут же придумывают какой-то новый способ тебя обмануть. Понятно. Спасибо. Интересно. Давай вот про безопасность. Тут классный вопрос от Саши Макарова. Звучит он так. Как правильно обработать статью юзера в блоге, чтобы вывести ее на главной странице, и как ее хранить? Что может пойти не так? Сохранить статью юзера в том виде, как он нам ее прислал, со всеми XSS-ами и прочими, потому что мы никогда не знаем, что мы потом захотим с этими данными сделать. Поэтому лучше их всегда хранить в том виде, в каком мы получили от юзера. Соответственно, на выводе уже нужно применять все фильтры при выводе этих данных. Какие, например? Почистить, экранировать. То есть речь прошла про какой-то HTML, текст или что? Да, видимо, все что угодно. Тут может быть и код, и все, что хочешь. При сохранении, соответственно, у нас какие могут быть проблемы? SQL-инъекции, например. То есть при сохранении нам нужно использовать подготовленные выражения. То есть не экранировать как-то данные, не фильтровать их, а использовать подготовленные выражения. При выводе, соответственно, уже делать фильтрацию, экранирование. Все, Патрик, тебя наняли уже. Я думаю, Саша услышал то, что хотел. Если моя текущая компания смотрит этот стрим, то я работаю не ищу. Да, но, кстати, тут неоднократно писали, и спасибо тебе огромное за то, что ты согласился. Еще подожди, сейчас они посмотрят. Сейчас они посмотрят и скажут, что ищешь. Было несколько вопросов про базы данных, но, мне кажется, уже не очень интересно в них углубляться. Про базу данных у меня в какой-то момент высветился комментарий, что люди, которые много работают с ОРМ, со временем тупеют, и да, это так. Я в Москве работаю с ОРМ уже притупел. Уже сходу простейший запрос вызывает проблемы. Вот поэтому я и рекомендую на чтение не использовать. Тогда все, баланс сохраняется. Круто. Ну, давай к обратной связи. Во-первых, да, спасибо тебе огромное, что согласился. Потому что нужно быть очень смелым, чтобы согласиться на интервью на 500 человек. То есть у тебя в пике было больше 500 человек. Да. И это еще там куча комментаторов. В общем, очень круто. Спасибо тебе. Да, и вам тоже спасибо. Для меня это, как ты правильно сказал, выход какой-то из зоны комфорта. И я считаю, что это иногда полезно. А второй момент, что очень редко получается интервьюироваться у действительно хороших интервьюеров. И это тоже очень полезный опыт. Спасибо вам за него. Не за что. Ну, моя обратная связь... Я могу, да, Ром? Или ты еще... Да-да-да, конечно, говори. Мы, во-первых, надо оговориться, что мы искали на middle senior разработчика. Но это всегда очень такие странные грани, что есть одно, что есть другое. И в комментариях в чате к моему каналу ребята сказали, ну вот, пообещали такое, а взяли какого-то суперкрутого чувака. Но у тебя реально неплохой уровень. Я думаю, что... Ну, зависит от проекта. Ну, конечно, там налида, и можно претендовать как раз с целью там роста и так далее. У тебя еще было написано, что ты свободно владеешь английским. Здесь у меня есть небольшая рекомендация. Некоторые слова ты произносишь на русский манер, там типа iterable, event sourcing. Это не проблема в целом, но когда я, например, слышу, да, и понимаю, что человек говорит, что он хорошо знает английский, это вызывает диссонанс. Поэтому лучше все-таки стараться английские слова. Мне кажется, если ты произносишь их, а не аналоги. И, кстати, ты очень круто, ты заменяешь некоторые слова на русский и нативный, и хорошо это делаешь. Но там, где используешь английский, лучше, наверное, правильно произносить, чтобы... Ну, это, к сожалению, не всегда так, потому что у меня есть знакомые нативные спикеры, и с ними я говорю по-английски чисто. Но очень часто бывает, если ты, разговаривая по-русски, начинаешь вставлять английские слова прям идеально с лондонским акцентом, то это бывает тоже очень многих раздражает. Поэтому здесь это субъективно. Согласен, да, какая-то грань нужна. По поводу того, что мы вообще обсуждали, ну, мне кажется, с ООП и там какими-то вещами всегда есть тоже грань, да, где какие-то индивидуальные субъективные моменты, которые я там, может быть, сам хочу услышать, но не обязательно должен услышать. Все остальное на уровне общего ты вроде знаешь, разбираешься. Ревью в целом тоже неплохо, но тебе надо подтянуть генераторы. Я знаю, что во многих проектах они не используются. Но мы почему-то их очень много используем, как раз вот доставая большие данные. У нас аналитическая система и там курсоры и прочая довольно важная тема. И дальше в коде тоже это должно обрабатываться правильно. На тему генераторов вот задачки были как раз на канале собеседования и прочее. Можно там посмотреть. Как раз вопрос с ревью. По поводу базы данных, ну, тут решили, да, то есть реально, чем хорошо на чтение использовать чистый SQL, что ты его не забываешь, особенно если чтение хитрое. Это вообще очень крутое, ну, такое повседневное упражнение. И на самом деле это удобнее, чем использовать URM там, где она как бы не нужна. По поводу архитектурных вопросов, то, ну, тут вопрос, да, как бы DDD – это не must know штука. Но как бы если… И ты сказал, что вы активно не используете. Если бы ты сказал, что мы используем на всех проектах и не ответил на вопрос, который я задал, было бы плохо. А так, учитывая, что ты глубоко в него не погружаешься, то, в принципе, наверное, базовое представление есть, как будешь погружаться, обрати внимание на то, что я сказал. Ну, и венсорсинг – то же самое, да, не must have, не обязательно прям суперзнать. Концептуально знаешь, знаешь, что это может где-то быть полезно, как перейдешь, и это уверен, ты выучишь. Во всем остальном круто, спасибо большое. У нас тоже такой переживательный момент, потому что это первое собеседование онлайн. Но мне кажется, что все получилось круто во многом благодаря тому, что мы пытались переложиться, чтобы не взять Джуна, взяли очень достойного кандидата, и все сложилось очень хорошо, потому что кандидат тоже сильно влияет на такой план мероприятия. Спасибо. Так что мы тебя берем, но некуда. Всем спасибо. Спасибо, кто был в чате, кто смотрел трансляцию. Было очень круто, очень живо. Мы с Валентином… Во-первых, трансляция – это запись стрима будет доступна по этой же ссылке, вы сможете пересмотреть в любой момент. Мы с Валентином идем, чтобы обдумать, как делать следующие выпуски, и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить их, и на наши телеграм-каналы тоже, где мы будем закидывать формы для отправки заявок на участие в этом всем, и, может, какую-то еще информацию. Все, всем спасибо, всем пока. Пока. Счастливо. Пока. 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 Продолжение следует...